здравствуйте люди вы видите я назвал это видео тесла и будто ведь правда интригующее название сегодня 21 сентября 2016 года наверно явится одним из самых ярких дней моей жизни мне сегодня открылось то к чему я наверно шел всю свою жизнь 65 лет я понял что скорее всего что будда лао цзы конфуции авраам иисус сраостр это все один и тот же человек это одна и та же душа которую творец послал для нас для людей для того чтобы для нас открылось то чего мы еще не понимаем за последние несколько лет моей жизни я собрал достаточно материалов для того чтобы написать свой трактат виде с с названием мудрости жизни или теория базирующаяся на практике вот отрывок самое лучшее время для получения фундаментальных теоретических знаний это тогда когда ты уже окончательно переполнен житейской практикой то есть скорее всего пенсионном возрасте я дожил до него вот я например уже пять лет как кайфую от изучения теоретических опусов великих мудрецов живших на земле во все исторические и доисторические времена совет молодым никогда не берите в руки за умные книги типа фридриха ницше и подобных ему до того как вы изучите себя и поймете себя то есть пока не осознаете свое персональное место круговороте событий жизни а жизнь это вечный процесс преобразования жизнь это вечное движение жизнь это свет и тьма жизнь это вся вселенная именно поэтому мы то есть наша душа вечная в вечном а сейчас я начинаю основную тему ради чего я создал этот видеофильм это высказывание николы теслы все есть свет это раскрывает секреты его жизнь и не только его жизнь почему потому что я понял что это раскрывает секреты моей жизни тоже я был просто поражен я никогда не читал ранее это интервью но примерно три-четыре года тому назад мне во сне полностью приснился этот текст я это слышал я это видел и я это осознаю и так никола тесла против альберта энштейна ok this is a true interview that scientist никола тесла gave for immortality magazine in his laboratory in colorado springs usa in 1899 сейчас я вам зачитаю перевод интервью николы тесла который он дал американскому журналу бессмертия 1899 году первое что он сказал свет это все любая религия или вера это всего лишь один луч великой вселенской энергии разные группировки людей видят этот луч по-своему но луч идет из одного источника запомните мы все одно единое первый вопрос журналиста мистер тесла вы обрели славу человека вовлеченного в космические процессы так тоже вы мистер тесла прекрасный вопрос мистер смит я попытаюсь дать исчерпывающий ответ сказал тесла журналист говорят вы родом из хорватии из местечка лика где наряду с людьми были прекрасные леса горы звезды и небо а также упоминается что ваша родная деревня названа в честь горных цветов а дом где вы родились стоял рядом с лесом и церковью да все верно я горжусь своим сербским происхождением своей родиной хорватии журналист футуристы говорят что в двадцатом двадцать первом веке это будут века николы теслы который прославит мир магнитными полями и индукционными двигателями промышленность будет почитать его как верховного святого лаборатории николы теслы впервые был расщеплен атом создан оружие вызывающее вибрации землетрясений открыты черные космические лучи пять земных раз будут молиться на него в храме будущего поскольку узнали великий секрет эпидокла из эфира посредством жизненной силы можно получать элементы вы отец переменного тока сделайте так что физика и химия будут доминировать над половиной мира тесла да это всего лишь некоторые из моих самых важных открытий и все же я потерпел поражение я не достиг того величия которого мог достичь журналист а что это значит я хотел осветить всю землю электричество вполне достаточно для того чтобы создать второе солнце свет вращается вокруг экватора как кольцо вокруг сатурна человечество не готова к величию добру в моем колорадо спринкс я освещал землю электричеством также можно получать и другие энергии такие как позитивная ментальная энергия они содержатся в музыке баха моцарта стихах великих поэтов сама земля содержит энергию радости мира любви их выражение это цветы которые растут из почвы пища которую мы получаем натурально и все что значит для человека его земля я провел годы поисках способа как эта энергия могла бы влиять на людей красотой запахом роз можно пользоваться медицинских целях а солнечными лучами можно пользоваться как нашей пищи жизнь обладает бесконечным множеством форм и долг ученого находить ее в каждой форме материи и энергии здесь существуют три вещи все что я сделал искал их я знаю что так я их найду но могу ли довести это до людей но я никогда не откажусь от поиска так чем же заключается ваша идея что это за вещь тесла одна проблема это наша пища как может звездная или земная энергия накормить всех голодных на земле каким вином можно напоить всех жаждущих так чтобы они могли веселиться в сердце своем и понимать что они и есть часть бога и есть еще одна проблема как разрушить силу зла и страдания которые проходит человеческая жизнь иногда зло и страдания возникают как эпидемия глубине космоса и потом они попадают на землю из вселенной и третье существует ли во вселенной избыток света вот я открыл звезду которая по всем астрономическим математическим законам могла бы уже давно исчезнуть но оказалось ничего не меняется звезда находится в галактике ее свет обладает такой плотностью что если бы мы его могли сжать он поместился бы сферу одного яблока но намного тяжелее даже чем наше солнце религии и философии учат что человек может стать христом будды зороастром но я пытаюсь доказать что еще более дико и почти недостижимо вселенная создана так что каждое существо тут рождается христом будды зороастром я знаю что гравитация это ключ ко всему что вам нужно чтобы летать я надеюсь не только на то чтобы создать создавать летательные устройства самолет ракет но и научить каждого идию дома летать собственными крыльями я пытаюсь пробудить эту энергию которая содержится в воздухе и в ваших душах имеются основные источники энергии то что считается пустым пространством это просто проявление не пробужденной материи наше непонимание и наша неосознанность этого пустого пространства вообще нет нигде даже нигде во вселенной ведь черные дыры которые говорят ученые это и есть самые мощные источники энергии в жизни задумайтесь душа не полу тесла и моя душа это единая целая энергетика пока пока